Всем привет! С вами Македа ПРО и сейчас я вам буду рассказывать о том, как пропиарить и немножечко продвинуть свой сайт за бугром. Рассматривать мы будем такой вариант, что мы будем размещать внешние ссылки на свой сайт на двух заграничных ресурсах. Но дело здесь скорее не в этом, а дело здесь в том, что, допустим, ситуация, вам нужно продвинуть свой материал, либо вам нужно как-то прорекламировать свой блог и не столько блог, сколько то, что вы делаете. Например, если вы заняты каким-то рукоделием, хендмейдом, если вы делаете красивые необычные фотографии, то эти ресурсы, о которых я вам сейчас расскажу, они вам очень пригодятся. Очень интересно, это будет тем ребятам, которые делают англоязычные сайты и им нужно где-то как-то их показать для того, чтобы привлечь англоязычную аудиторию, потому что я буду рассказывать непосредственно о сайтах, которые работают с англоязычным контентом и будут привлекать непосредственно пользователей из англоязычных стран. Не обязательно покупать такие ссылки, не обязательно искать биржи ссылок с иностранными сайтами, с англоязычными, есть два варианта, которые вы можете использовать. Во-первых, эти варианты можно использовать как источники контента и второе, эти варианты можно использовать как источники для публикации собственного контента. Первое, что вы должны для себя понять и к чему вы должны прийти, контент, который вы будете размещать и опубликовывать должен быть качественным. Для этого вы должны сделать а, качественные изображения, качественный графический контент и кроме всего этого должен быть еще контент текстовый, качественный. Это не должен быть контент, переведенный в переводчики, потому что для вас, может быть, он будет выглядеть каким-то контентом, который достаточно неплохо написан, но вот для людей, которые владеют совершенствами английским языком и которые являются носителем этого языка, этот контент будет для них выглядеть смешно, так как там будет куча ошибок, по той простой причине, что тот же самый Google переводчик не может перевести контент идеально со всей смысловой нагрузкой, с правильными без ошибок, с правильными оборотами и так далее и тому подобное. В этом случае вы просто можете заказать контент у переводчика на какой-нибудь бирже фриланса, копирайтинга и приготовиться непосредственно уже для размещения этого контента на этих двух ресурсах. В принципе, можно использовать один контент, один и тот же контент, одну и ту же статью для того, чтобы пропиариться. И сейчас я буду рассказывать, как это сделать. Ну, у меня есть уже статьи на эту тему в моем блоге, но теперь вот здесь будет небольшая видюшечка такая. Первый вариант того, где можно разместить контент, это ресурс Bored Panda. Это такой вот известный ресурс, на котором размещается вирусный контент. То есть, все вот эти вот вещи, которые мы можем наблюдать там на пикапу, на бигпикче, всякие вот приколы, всякие необычные фотографии, все вот эти вот необычные вещи, какие-то там собачки, котики, классный контент в плане каких-то авторских работ, каких-то не обязательно известных фотографов, а просто фотографов, которые занимаются этим профессионально и выкладывают это все в сеть, ведут какие-то блоги свои. Ну, для того, чтобы их заметили, им, соответственно, нужно как-то пропиариться. И для этого есть вот эти вот такие агрегаторы новостей, агрегаторы таких записей, которые добавляются сюда, соответственно, вручную. Здесь размещаются такие креативные материалы, необычные. Здесь вот вы видите, да, как превратить, например, комнату с дневным освещением в необычную комнату, похожую, скажем так, когда уже на улице наступила ночь, вот так вот стилизовать. Ну, то есть, вот здесь контента этого целая куча, и этот сайт можно использовать под свой вирусный контент. У меня в блоге и на ютубе есть запись касательно вирусного контента. Вот отсюда этот вирусный контент можно дергать, его там все будут лайкать, будут растаскивать. Благо народ у нас сейчас любит такие вот все вещи. Котики, обормотики и всякие такие приколы. Вот, кстати, о котиках. Котики. Ну, вот такие вот вещи, которые могут шокировать людей, читателей, которые могут заставить обратить на себя внимание. Здесь есть очень много всяких интересных моментов. Но здесь также есть возможность добавить запись, добавить пост, и, соответственно, здесь будет красоваться ваша ссылка, и вы сможете рассчитывать на то, что к вам зайдут люди. Рассчитывать на то, что будут какие-то переходы, здесь можно только в том случае, если у вас будет англоязычный контент. Если это будет контент русскоязычный, ну, в принципе, шансов на успех очень мало. По той простой причине, что люди, ну да, они могут зайти к вам на сайт, но они посмотрят, что там все на русском языке, и, соответственно, никакого интереса для англоязычной публики ваш сайт представлять не будет. Если это будет англоязычный ресурс, то да, люди могут там остаться, добавить сайт в закладки, могут им пользоваться и все такое прочее. Что мы можем для себя здесь выжать из этого ресурса? Ресурс посещаемый, ресурс интересный, его читают. Что нам нужно? Нам нужно добавить пост. Идем, логинимся, либо регистрируемся. Залогиниться можно при помощи того же самого Facebook. Вот я сейчас так сделаю, при помощи Facebook залогинись. Зашел. Зашел. И теперь мы добавляем пост. Вот у меня 7 очков. Я здесь добавлял какие-то год назад какие-то записи со своих там старых ресурсов, которые надо было немножечко засветить перед продажей и получить какие-то внешние ссылки, какие-то переходы, все вот эти вот вещи. Такой вот мой фейковый, фейсбуковый аккаунт. Все. Теперь мы идем добавить пост. Add post. Add post. И сейчас у нас появится форма для добавления записи на портал вот в этот ресурс, board panda, который очень известный и за границей очень востребованный, которые читают. Add new post. Сейчас мы сюда зайдем. Так. Здесь все очень просто. Здесь на самом деле все очень просто. Сейчас эта форма подгрузится до конца. И вы увидите, насколько все просто. Так. Ну вот первая форма. Она нам предлагает добавить свои графические изображения сюда. То есть, соответственно, здесь есть требования по картинкам и здесь есть требования по отсутствию либо наличию, но плохого качества водяных знаков. То есть, их здесь быть не должно. Мы здесь загружаем файлы. Давайте загрузим файлы. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так вот. Загружаем сюда свои файлы. И после того, как мы загружаем сюда файлы, а это будет моя обложка видео на YouTube, продвигаем и пиарим свой сайт за бугром, здесь у нас появляется форма. Здесь мы выбираем категорию, куда мы хотим добавить наши фотографии и материал, теги и, соответственно, добавляем ссылку. Ту ссылку, которая будет вести либо на вашу запись, либо будет вести непосредственно на главную страницу вашего сайта. Здесь, соответственно, мы заголовок публикуем. Публикуем полностью текст нашей истории. Если нужно, мы подгружаем еще изображение. Если нужно, мы подгружаем здесь еще видео. Соответственно, если это YouTube, то мы вставляем просто ссылочку. Вот есть заголовок картинки. Снизу форма повторяется. Ну и здесь, опять же, мы можем добавить изображение. После этого мы можем либо посмотреть наш пост, либо сохранить черновик, ну и затем его опубликовать. Давайте посмотрим, как это выглядит на Борит Панда. Мы возьмем, сейчас откроем любой совершенно пост, возьмем сейчас совершенно любую запись и увидим, что здесь в каждой записи есть ссылка. Ссылка. Мы здесь видим, здесь есть огромное количество комментариев. Вот, есть конкретно написано, кто добавил автор. Здесь у нас есть какие-то вот непосредственно внутренние ссылки в записи. И, как правило, в конце самой записи мы можем наблюдать. Вот, видите, здесь как подобрано. Здесь идет фотография, и под каждой фотографией идет описание со ссылкой. И в конце самой записи, ну поскольку здесь тематичная запись вот по этим вот элементам, ночным каким-то трафаретам, каким-то картинкам, может быть, у них есть какое-то правильное название, но я этого не знаю. Здесь, в принципе, можно без проблем добавлять свои ссылки. Здесь люди, которые ознакомились с вашей записью, они ее оценивают, ставят, допустим, плюс или минус один балл. Соответственно, у вас там будет ваш материал, если он наберет очень много баллов, он будет появляться вот здесь вот трендинг. Здесь будут появляться материалы, отобранные по поинтам, по этим, по очкам, там в течение дня, например. И вы можете за счет этого пиариться. То есть вот так вот. Видите, лайк 8,7 миллиона людей, 9 тысяч просмотров. Ну, то есть, саму Борит Панду отлайкали 8,7 миллионов, а 9 тысяч просмотров, 12 часов назад добавлена эта запись, у нее 9 тысяч 9 килопросмотров. Ну, представьте, если это хорошо написанный текст, сколько внимания он может себе привлечь, к себе привлечь. И если это какой-то будет мотивирующий пост, который заставит людей и уговорит их зайти к вам на сайт, то есть, ну, будет подведено все к тому, что вот еще какая-то информация есть у вас на сайте, то, в принципе, у вас будут посетители. Значит, кроме того, что вы получаете вот интересный пост, вы пиаритесь, вы получаете еще какую-то внешнюю ссылку, и вы вот засветились в этом ресурсе. Соответственно, если у вас там будут выходить какие-то публикации время от времени, но разной тематики, вы таким образом можете привлекать к себе читателей. Это что касается Борит Панды. Это вот вирусный контент, какие-то необычные такие креативные решения, арт, там, фотографии и все такое прочее. Теперь, что касается более уже продвинутого такого пользователя, который создает какие-то объекты, которые представляют из себя какую-то архитектурную, скажем так, не то, чтобы архитектурную, а творческую важность, для этого есть у нас портал Boom. То есть, соответственно, вы можете добавить на этот портал, соответственно, свою работу. Сейчас все подгрузится. То есть, вот такой вот блок тоже с какими-то креативными творческими решениями, вот картинки, изображения. И этот же ресурс вы, опять же, можете использовать, там, вот иллюстрации, графика, вы можете использовать как источник контента. Здесь тоже есть свои описания, здесь тоже есть картинки. Они все хорошего качества. Соответственно, сделать это вы можете вот здесь вот. Для того, чтобы добавить свои посты, свои записи, вам нужно перейти на страничку Facebook, непосредственно ресурса Boom, и добавить там это все на главной странице. Там открыта возможность для добавления новых постов. Вы заходите туда, добавляете, администрация рассматривает, и потом принимает решение, размещать это все на своем ресурсе, либо не размещать. Ну, соответственно, вы заинтересованы в том, чтобы вас разместили, поэтому вы, понятное дело, будете стараться сделать пост качественным. Соответственно, будете писать качественный, классный текст. И будем надеяться на то, что он привлечет внимание модераторов. И третий ресурс, это Design Boom Magazine. Это журнал Design Boom. Это очень известный во всем мире дизайнерский журнал. В этом журнале все, что связано с архитектурой, с творчеством. Здесь есть масса интервью дизайнеров, которые создают картины, машины, интерьеры домов, квартир, мостов, сапог. Там, я не знаю, дизайнеры одежды и еще, еще, еще много всего полезного. Но этот ресурс вы тоже можете использовать как источник контента, потому что здесь реально большие, очень интересные тексты с большими качественными изображениями. Вот здесь дизайн домов, каких-то необычных домов в лесах, на скалах, в горах. То есть, это все оранжереи, выставочные галереи. То есть, вот это тоже очень интересно. Вот как контент, вообще просто супер. Дизайн какого-то там поезда, локомотива, велосипедов, мотоциклов. Я здесь считаю, иногда очень часто бывают общения и интервью с дизайнерами автомобилей. Акура, BMW, какие-то мотоциклетные компании, которые создают дизайн своих мотоциклов. Ну, то есть, автомобилей. Ну, то есть, все-все-все интересненькое здесь есть. Но здесь также можно, если вы действительно представляете какой-то очень интересный бренд, креативный. Если вы создаете что-то необычное, то, что будет интересно миру, то, что можно засветить и то, что этот портал может показать, там какой-то необычный интерьер, там, я не знаю, там, создали дом в виде летающей тарелки, либо еще чего-то, вы можете здесь опубликовать свою работу. То есть, вы жмете на кнопочку Publish your work, переходите на страницу для добавления записи. И, соответственно, здесь вы уже можете разместить свою запись. Ну, для этого предварительно нужно зарегистрироваться, но после того, как вы зарегистрировались, вы заполнили все вот необходимые поля, вы попадете на очень похожую, как набор от Panda, вы попадете в форму добавления материала, и вы можете рассчитывать на то, что ваш материал добавят. То есть, вот здесь вот у нас есть информация, что 4 миллиона посетителей ежемесячно читают этот журнал, то есть, люди подписаны. Среди этих людей довольно известны есть личности, есть довольно, есть редакторы довольно известных крупных мировых изданий, которые каким-то образом соприкасаются с миром дизайна, моды, либо еще чего-то. То есть, если, допустим, вы являетесь производителем, создателем какой-то уникальной коллекции одежды, либо обуви, вы можете добавить сюда материал. Есть вероятность того, что вы можете там засветиться, вас кто-то увидит и предложит вам контракт. Может быть, вы создаете шляпки, может быть, вы создаете какие-то необычные гаджеты, средства передвижения, принадлежности какие-то канцелярские. Ну, то есть, все-все-все-все-все, вот что связано с творчеством, вот с таким вот креативом. Регистрируйтесь, появится форма, вы можете добавить свой материал, его покажут на главной странице, он пройдет, будет из топа, выскочит в главной странице, и пройдет, и будет. Вот здесь вот мебель, например, необычная. Как вариант, возможно, все. Видите, 27 тысяч просмотров. Если мы смотрели с вами Борет Панду, там 9 тысяч просмотров за 12 часов, ну, это вот популярное сейчас, 27, 22, 21 килопросмотров, то у вас есть шанс засветиться, у вас есть шанс пропиариться, и, соответственно, здесь в форме добавления материала вы тоже будете выставлять ссылку на свой официальный ресурс, который вы хотите прорекламировать. Например, если вы дизайнер, там, Алла Кузнецова, то вы пишете, соответственно, пост, тоже делаете его, там, на английском языке, с хорошими, качественными изображениями, потому что изображения здесь реально классные. Ну, вот, допустим, для примера, посмотрим, что у нас здесь. BMX, велосипеды BMX. Давайте зайдем, и сейчас вы увидите, сколько здесь внутри записи ссылок есть непосредственно на официальный ресурс, либо здесь вставляют ссылки на картины и галереи, то есть все это здесь есть. Это здесь считается абсолютно нормальным, здесь никто не боится разместить какую-то ссылку. Вот, видите, Bogart. Пожалуйста, Bogart FR. То есть какое-то дизайнерское агентство, которое взяло там от... оттюнинговало велосипеды, либо разместило его в какой-то там своей галерее. И можно спокойно размещать ссылку, ссылаться на свой ресурс. Видите, качество изображения здесь какое-то, какое классное. То есть здесь нужно все делать качественно, спустя рукава здесь сделать ничего не получится, иначе вас просто пошлют. То есть какие-то вот скульптуры, какие-то решения, тюнинг, какие-то гаджеты, все это можно здесь размещать, какие-то вот новшества, технологии, инновации, какие-то там нанотехнологии, 4D-принт, новости технологий. То есть вы можете спокойно, я вот вам рассказываю, рассказываю, а вы можете просто сделать, я увлекся, а вы можете все просто исходить из вот того рубрикатора, который у вас имеется. Архитектура, дизайн, искусство, технологии, интерьеры, интервью. Все вот это вот здесь есть. И, ну, как бы, как правило, журнал «Дизайн Бум», он, если берет интервью, тот берет интервью у известных личностей, каких-то широко известных в мире, в Европе, скажем так. Поэтому, если вы сделаете какой-то качественный материал и в будущем станете знаменитостью, то, я думаю, у вас тоже возьмут интервью. Поэтому смело добавляйтесь, если будет что-то из ряда вон, выходящее, броское, необычное и классное написано с хорошими изображениями, то, естественно, понятно, что этот материал добавят, его не обойдут стороной, потому что здесь собираются, в принципе, материалы со всего мира. Я здесь считал о том, о дизайнерских работах, японских каких-то дизайнеров, инженеров, Новой Зеландии, Австралии, Африка, Бразилия, Европа. То есть, чего здесь только нет. Все это здесь находится. Добавляйте информацию, не бойтесь, получите себе, здесь уже конкретно, ну, наверное, и трафик, и все-таки знаменитость, какой-то пиар. Чтобы стать знаменитостью, этот портал вам очень сильно пригодится. В принципе, на этом все. Вот три ресурса я вам показал. Бум, Борит Панда, показал вам непосредственно дизайн Бум. Подписывайтесь на мой канал. Все будет еще больше, еще больше будет всего интересного. Будут статьи, записи в блоге. Поэтому не забывайте, читайте, подписывайтесь. Все ссылки на страницы в соцсетях есть у меня в моем блоге, в сайтбаре справа. Там виджет отдельно выделен, вынесен. Поэтому пользуйтесь. Пусть это вам все помогает. Я это все делаю только для вас. Поэтому, ребятки, удачи в нашем нелегком деле, везения, успехов, творчества, вдохновения. Всего вам хорошего. Пока.